Влажная уборка, дезинфекция помещений. График у вас есть. Гурнал проведения или график проведения влажных уборов должен быть. Наличие дезинфекторов для рук, влажная уборка помещений, ношение масок и перчаток – это лишь малая часть санитарных требований Роспотребнадзора в период пандемии. Подобные проверки проводятся минимум два раза в неделю по всей республике с целью выявления нарушений. Стоит отметить, что в Черкесске в большинстве случаев данные требования соблюдаются практически во всех предприятиях общепита. Вот и в этот раз проверка очередного кафе показала, что к вопросам безопасности здесь относятся серьёзно. Вот такие фалатики. Если же у нас у каждого есть сменная обувь. Если сменной обуви у человека нет, он пришёл, не находясь на работе. У нас есть бахилы, то же самое, шапочки. Также у нас предусмотрены на кухне фартуки. И если фартук, как бы разделывают рыбу и всё остальное, у нас есть одноразовые. Вот такого типа фартуки. Ещё одной точкой проверки стал сетевой продуктовый магазин. Здесь инициативная группа также не выявила серьёзных нарушений. Как и полагается, здесь проводят термометрию сотрудников перед началом рабочего дня. Стоят дезинфекторы для рук, проводится кварцевание помещения. У нас произведена разметка полтора метра дистанции между покупателями, чтобы они придерживались. Также у нас на входе стоит пулевизатор с раствором спиртовым, чтобы люди могли обработать руки, там, корзины, ну, с ручкой корзины при желании, по возможности. Потом у нас обеззараживается помещение. На всю ночь у нас включается кварцевая лампа, когда людей нет только в этот период. По утрам мы проветриваем повещение своё, открываем двери. Подобные проверки продиктованы новым всплеском заболеваний коронавирусной инфекцией. К сожалению, многие люди ошибаются, полагая, что опасность миновала, и поэтому перестают соблюдать меры предосторожности. Но если обычные граждане рискуют в первую очередь своим здоровьем, то в отношении индивидуальных предпринимателей за игнорирование санэпид-правил предусмотрены административные санкции. В сентябре месяце у нас уже проведено около 50 проверок. Выдано 24 постановления главного госсанаврача о приостановлении деятельности объектов до устранения выявленных нарушений санитарных правил. В суд направлены 6 материалов о приостановлении деятельности, потому что приостановление деятельности осуществляется только судом. По итогам проверок три материала уже рассмотрены судом, и по ним принято решение о закрытии данных объектов до полного устранения нарушений. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, РХС-24